Что могу думать об Ахмедове? Ничего не буду думать. Я считаю, что, не знаю его лично, знаком немного с его историей, не общался никогда, не постремлюсь к этому и так далее. Разные про нем рассказывали, я в любови к Донецку, люди говорили о таких примерах, такие примеры приводили, но 14-й год все расставил по своим местам. Если бы на самом деле человек вцепился зубами в Донецк свой, я думаю, что у самого богатого человека в Украине что-нибудь дохватило, кроме гудков. Но гудки, это даже не то, что, это даже, это вот такая, это когда все понты уходят в свисток, я же понимаю, что он там строил, что это был его действительно город, да, прекрасный стадион, аэропорт, там все, не знаю, в аэропорте кто там строил, но короче, шахтер, все дела, классно, красиво, по-богатому, и люди там жили чуть не лучше, чем в Киеве и так далее, и так далее. И вдруг такая, хоп, и оказалось, что это все мыльный пузырь, пузырь оказался, да, вот. И мне казалось, что к человеку должна мудрость прийти. Ну, например, вот, ну причинно-следственная связь, ты потерял Донбасс из-за русского мира, ты сейчас вынужден, ну, как бы, и команды у тебя не там, и стадион нет, и ничего-то, и влияния там такого нет, как раньше, да. И, ну, короче, ты лишился родин, я верю, что он тоскует по родине, я верю, что Ахметов тоскует по Донбассу, но вопрос очень простой. Ну, выводы-то вы сделали, Ренат Леонидович, или Ренат Бей? Сделали выводы, нет? Почему его телеканалы продолжают, всю пророссийскую шваль собрали на каналах, в его принадлежащих, я про другие не говорю, там достаточно тоже, но вот все это, вот это вот, я не знаю, как, пойдет ли мне, как подрывянскому материться, он, скорее всего, нет, я так не умею, поэтому и не буду, да, вот это вся, это все эти вши переползли, просто он вшей вот этих, вошей, да, я к украинской мову, и гнит, и он собрал, как будто селекцией занимался, вот тут еще вошь, тут, на этом канале, вот отсюда еще взять, вот здесь еще пророссийского взять, еще, еще, и всех пророссийских завести на свои каналы, чтобы что, чтобы всю Украину, так же, как и Донбасс, зачем нести русские нарративы, они же там только русские нарративы несут, все эти Наташи, все эти, я не знаю, там клейма ставить негде, там смотришь в эти пустые глаза, нахер ему эта Украина не нужна, и у всех таких бездушных, равнодушных, абсолютных роботов, собрал Ахметов, или его менеджеры собрали на его каналах, случайность это, совпадение такое, почему же не про украинских, вы там собрали, Ренат Леонидович, вы же потеряли, урок-то получили, и я читаю заявление, которое Ренат Леонидович пишет, уважаемый, и пишет такой, я против обвинений в пуче, но это правда, давайте не будем, ну, это доказательство, уже что такое обвинять, и там он то ли в пуче, то ли не в пуче, вообще как-то все не ясно, все как в той детской сказке, да, ну, короче, и пишет он, моя, моя, значит, вы меня знаете, я патриот, моя мечта это целостная Украина с Крымом и моим Донбассом, дорогой, шановный паны, а как же буты с пророссийскими ведущими на ваших каналах, вы же там всех собрали, включая, вплоть до операторов, до гостевых редакторов, вот всю, кого можно было, там есть три патриота, я не знаю, зачем они там работают, как они там ходят, подозревают, что плохо, я знаю, что просто люди, ну, некоторые, ну, это кто-то как объясняет, да, но там невозможно, там заходишь просто в ватную какую-то коптерку, они вот эти все ведущие журналисты, они абсолютно ватные, пророссийские, они злорасуют, злобствуют про Украину, мне рассказывали, как там в кулуарах обстановочка, да, и это канал, и вот он я, так ты должен был, наоборот, сказать, все, я все понял, Ренат, я Ренат Ахметов, я все понял, именно то, что не было украинской мовы, украинских смыслов не было, что актеры приезжали, именно из-за этого просрали Донбасс, ну, в том числе из-за этого, да, я больше никогда это не повторю, я выучу сам украинскую мову, у меня не будет ни одного вот этого пророссийского работать на каналах, тогда бы я поверил в проукраинскость, а здесь что? Все антиукраинские смыслы и ведущие самые мерзкие, самые манипулятивные, самые позорные, самые бездушные, самые безумные, тупые, вот они все там работают, они все такие холеные сидят, все-таки в пиджаках, у них зарплата, наверное, вот такая, да, и все такие довольные, это никакой не коммерческий, это никакой не успех, никакие не рейтинг, это не коммерческое телевидение, это телевидение, телевидение-танк, так по кому он бьет и кто заряжает в этом танке, и зачем это нужно вам, Ренат Леонидович? Я не думаю, что вот просто, ну, уж на это, наверное, уж точно этот человек не пустой, да, но, хотя я не знаю, вот, Ходораковский вышел из тюрьмы, так ничего и не понял, да, 10 лет отсидел, все в Чечнею воевать мечтает, хотя Путин его посадил как раз из-за того, что воевал в Чечне, но это как бы все связанные вещи, он хотел стать фюрером, да, но не понять из-за чего все это произошло, но не дурак ведь точно, ну, не тупой же и опытный человек Ренат Ахметов, но по действиям это не видно, не видно, я понимаю деньги, я понимаю все, но когда сгорит дом, что с этими деньгами, что, где, кому, куда, и я бы еще поверил, если, знаете, ну, Ахметов, он же достаточно богатый человек, он мог уехать вообще в другую страну, да, ну, вот такая трагедия случилась в жизни, Донбасс потерял и уехал там, нет, он остался действующим здесь и в политике, и в экономике, и все-все-все прочее, да, вот, но почему же направление поддержки, это пророссийское сволото, которые просто наводнены его каналы, там клейма ставить негде, там все этих называть не хочу, это просто какие-то, я не знаю, тени, и это какая-то имитация журналистики, извините, что я так долго поэтому, потому что мне обидно, когда, знаете, люди с ресурсами, люди по-настоящему, которые могут на самом деле влиять положительно на ситуацию, которые, казалось бы, уже потеряли все, они ничего, как не складывается пазл, ну, или опять, это не он, а кто-то из его подчиненных, а он не знает, да, вот, вот такой вот, по версии Зеленского с переворотом, да, ну, тогда я умываю руки, я не знаю, что еще сказать.